Поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с воскресным праздником Второй недели Великого Поста. Как, вы не устали от поста еще? А от чего будешь устать, от поста или от грехов? От грехов. Вот, я тоже так думаю. Так вот, чтобы нас подбодрить, Святая Церковь сегодня нам приводит в память Великого Святителя Григорию Паламу. Этот свидетель жил в XIV веке, родился в Малайзии. Затем они бежали с родителями в Константинополь от турок. А потом он попал в императорский дворец, там получил блестящее образование, но не пристрастился к миру и ушел на Афон. Афон находится недалеко от Константинополя, вы знаете, там метров 150 примерно. И он там в 20 лет поселился, побыл в медских монастырях, начал с фотоапеда, принял пострых в лавре святого Афонасия, немножко был угуменом, ессегменем, жил в скитах. В общем, научился там монашескому деланию, настоящему, исихастскому деланию. Исихасты, они проводили свой подлив в безмолвии. А потом, когда он в 30 лет покинул Афон и пришел в Солоники, и там рукоположился священник, он не оставил эту практику исихазма, он 5 дней в неделю проводил в безмолвии, а в субботу и воскресенье совершал службы в Украине. Ну, затем у него судьба была очень интересная, он успел и в тюрьме посидеть, и в плен туркам попал, ее продавали везде, и стал архиепископом, 9 лир был в Солониках, и где-то в 63 года скончался. Ну, вот он известен как учитель, безмолвие учения православного, или выразитель, скорее всего, об обожении человека. Потому что были в то время разные юридические учения, которые шли с Запада, которые говорили о том, что Бог не познаваем, ее никак нельзя познать, кроме так умом, теоретически. А свят. Гл. Палама говорил, что можно познать Бога опытно и приобщиться к благодати или к свету божественному. И, к примеру, он приводил фавор всегда. Вот что было на фаворе? На фаворе был свет. Какой свет? Особый, тварный, нетварный. И вот он говорил, что там был свет, как раз это божественный свет, нетварный свет. И ученики могли приобщиться, насколько могли, к этому свету, чтобы остаться в живых. И вот мы с вами, когда совершаем подвиг поста и каемся в своих грехах, мы только делаем первую и самую маленькую работу. Мы очищаем свое сердце для принятия этого света. А дальше нужны труды и подвиги еще для божьей. Это совсем другие труды. А вот как же можно нам применить труды безмолвников? Вот чем мы занимались в келье безмолвников? Зашел человек в келью. И что он там делает? Вот один. Правильно сказали, молиться Богу. А можем мы с вами зайти домой, будучи хозяйками, домохозяйками, молиться Богу? Можем. А что нам мешает? На кухне варить, стирать и в это время молиться Богу, читать сусомолитву? Можем, можем. И непрестанно можем. Они ни с кем не разговаривали. То есть они хранили свой язык. А мы можем? Можем. Почему можем и не можем? Почему мы должны все время говорить дома? Мы можем помолчать. То есть хранение языка, а хранение ума тоже можем. У нас же пришел какой-то нам помысел, мы стараемся его скорее реализовать. А может быть и надо это делать, подумать, посмотреть, откуда помысел-то пришел. А хранение сердца. Вот они чем занимались безмолвники? Вот те же самые, только они в кельях. А мы можем в своих квартирах заниматься. То есть пример их для нас подходит, для мирян. И можем мы тоже миру спокойно заниматься вот этим. заниматься своим внутренним духовным делом. Потому что одного внешнего дела недостаточно. Можем помнить, как Господь упрекнул Марфу. Марфа, Марфа, ты чешешься о многом внешнем. Вот Мария, благую часть поняла и все. А преподобный Сиротим Саровский говорил, что если монахи занимаются только внешним делом, это черные головешки. То есть нужно занять еще внутренним делом не обязательно. Поэтому недостаточно для нас с вами вот таких только внешних каких-то проявлений нашего благочестия. Нужна внутренняя работа над своим сердцем. Вот мы чем должны заниматься после покаяния, вот это все наши набдения, конечно, заниматься своей внутренней жизнью. Очищая свое сердце, мы должны наполнять ее какими-то добрыми делами. То есть молитвой, чтением Слова Божия, святых отцов, делами милосердия. И тогда мы с вами вступаем на путь обожжения или просто сказать на путь духовного совершенства, чтобы понятно было. Будьте совершенны, как отец ваш совершен есть. А Божие – это значит совершенство до принятия благодати Божией. И каждый из нас Господь касается, если наше сердце способно принимать эту благодать. Вот чем мы желаем всех постом, почистить свое сердце и приобщиться к благодати Божией. Субтитры создавал DimaTorzok